И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит, давайте в этом ролике рассмотрим, как что-то взрывать. По-примитивному, конечно, потом буду, значит, искать информацию, где это будет как бы посерьезнее, настройка. Ну, хотя бы для простенькой игрушки, чтобы понимать, как все дело происходит. Итак, значит, закидываем сюда динамит, закидываем какой-нибудь предмет, который должен быть взорван. Допустим, у нас должно взорваться какое-то здание, тогда возможно обыграть это дело каким образом? Мы берем здание, делаем анимацию какого-нибудь взрыва, там, допустим, крыши, угла, какой-нибудь веранды, закидываем здание сюда, и здание будет именно взрываться в тот момент, когда у нас подойдет время найти тот динамит, который отвечает, значит, за здание. Сейчас, надеюсь, вы поймете, как вся эта система работает. Итак, у нас есть динамит, есть ящик, есть хитбокс, отвечающий, значит, за передвижение и анимации действий персонажа. Давайте теперь добавим на хитбокс, ну, чтобы было видно, вот он, вот он хитбокс. Что нужно? Значит, перед тем, как персонаж столкнется с динамитом, динамит отправляет два сообщения, это значит мессенджер тройка, и отправляет сообщение, опять же, мессенджер четвертка, да? Вот два сообщения, третья и четвертая. Значит, так, при коллизии с чем он должен столкнуться? Он должен столкнуться с динамитом. Вот он есть, динамит. Давайте сейчас переименуем его в динамит, чтобы потом можно было находить его, да? Так, шеф-зет на английском печатаю. Динамит. Так, следом на динамит ставим проперти, пишем динамит. Пусть остается пока флот, и статика стоит на него. Так, следом что, на ящик давайте поставим проперти ящик. Тоже пусть пока флот стоит. Там уже посмотрим. Итак, значит, персонаж отправляет при столкновении с динамитом, динамит, который мы сейчас только переименовали, да? Проперти. Значит, при столкновении с динамитом он отправляет два сообщения. Один отправляет третий на ящик, пишем ящик. А второе сообщение отправляет на взрыв. Который мы сейчас закинем. Видите, его еще пока нет. Так, поэтому он не сработает. Ну, пока разбираемся с ящиком. Так, ящик. При столкновении с динамитом получает сообщение мессенджер с названием 3. И что он говорит? Он говорит, значит, нашему ящику, что ящик должен исчезнуть. То бишь, end object. Все. Это сделали подключение. Динамит. Когда происходит столкновение, значит, динамит теперь при коллизии, при столкновении, значит, вот с этим хитбоксом. Вот он, хитбокс у нас. У него стоит проперти, его название. Можно назвать было хитбокс. И, значит, в проперти, если он сталкивается. Так, не проперти, подождите, как его? Parent, не parent. Плеер. Вот все забываю на русском писать. Значит, на динамит пишем player. И, сталкиваясь с плеером, наш динамит должен тоже исчезнуть. End object. Вот такая происходит, значит, связка. Значит, этот получает сообщение, что он должен исчезнуть. А этот, значит, при столкновении с хитбоксом исчезает. Наш хитбокс посылает два сообщения при столкновении с динамитом с надписью 3 и 4. Один на ящик, один на взрыв. Давайте добавим взрыв. Ну, потому что ящик исчезнет, будет неинтересно. Давайте в файл import и добавим сюда даже add image plan. И найдем какой-нибудь план. Так, ну, давайте вот огонь, да? Так, поднимаем огонь. Делаем S. Вот такая у нас получается штука. Семерка на нам паде, значит, R. Перекручиваем G. Подставляем к нашему, значит, ящику. И пока вот это все дело, значит, S, G подставляем. Применяем Ctrl-A по всем, все трансформации. Это, значит, передвижение, скайл и так далее. Так, Ctrl-A, Alt, Alt-Transformation. То же самое, Ctrl-A, Alt-Transformation динамиту поставим, потому что он переносился, увеличивался. Чтобы потом не было казусов. На динамит давайте поставим сетаризм геометрии, чтобы он был, значит, к нему, к центру привязан, да? И теперь нужно нам анимацию вот этого огня. По идее, он уже с анимацией, вот смотрите, да? Надеюсь, видно. Это по прошлым роликам, значит, по мультфильму и по сценкам, что горит огонь, костер, да? И вот так он, значит, проигрывается. Но, вся фишка в чем, что он не играет в этой штуке. Сейчас посмотрим, что происходит. Таймлайн ставим на первый кадр. Ставим, допустим, на 20. Это прописываем, ставим здесь, вот в этой функции, чтобы быстрее все дело было. Lock, Rod, Scale. Потому что мы будем уменьшать его в размерах. И прописываем И. Следом прописываем на первом кадре, возможно, С. Так, вот видите. Он привязан к пивоту. Значит, на 20 кадре мы его привязываем с это Origin 3D геометрии. И перепрописываем. Следом. Почему перепрописываем? Потому что именно на 20 кадре он прописан, привязка к пивоту. А на 0 он будет привязан, значит, к геометрии. И будет, как бы, смещение при проигрании анимации. Так, теперь, значит, можно его уменьшать, можно не уменьшать. Ну, давайте уменьшим, да? Так, допустим, вот. Нехорошо получается. Тогда давайте Shift, правая кнопка мыши. Поставим пивот к ящику. Перепропишем вот эту штуку на SetOrigin 3D курсору. И на первом кадре, на первом кадре тогда сделаем S. Уменьшим его там в 0. Главное, чтобы он не перевернулся, но чтобы его не было. И вот получится у нас вот такая, как бы, анимация. Видите, он уже приподнялся. Так, значит, на этом кадре тоже давайте перепропишем его. А ну-ка. Вот, всё. Раз он всё поднялся туда-сюда. И где-то, пускай, погорит чуть-чуть. И на 80-м, 90-м как бы плавненько уйдёт. Но это по-примитивному, конечно. Нужно будет разбираться, почему в такой штуке не проигрывается, значит, вот эта анимация, что можно поднастроить. У меня пока этой информации нет. Ну, вот будет пока вот такая штука. Появление, исчезновение. На этой базе можно потом выдумывать что угодно. Можно сделать, значит, меш, как бы огонь, да, с анимацией. Потом закинуть сюда. Потом можно, значит, сделать ящик, который разрушается и взрывается. Ну, там чуть другая настройка будет. Уже не надо ему будет исчезать. Ему просто нужно будет проиграть анимацию, допустим, да. Так, это уже как бы отступление. Так, теперь что у нас получается? Нам нужно сохранить вот эту анимацию. Мы заходим, находим дропшит и сохраняем вот эту вот прописанную анимацию. Допустим, взрыв. Enter. Так, опять же, пардоньте, на русском взрыв. Так, взрыв. Но у нас тут не переименовано. Чтобы потом не путаться, что это он калитет какой-то, да, давайте напишем взрыв 2. Взрыв 2. Так, есть такое дело. Тогда зайдем в лоджик, добавим вот здесь вот property. Взрыв 2. Взрыв 2. Enter. И добавим, значит, вот этому взрыву, что он получает сообщение от хитбокса с названием тройка. И что он должен сделать? Он должен, значит, он должен, значит, что сделать? Он должен быть висебетинь, так, пардоньте, он должен у нас быть, значит, невидимый до момента, как бы, когда произойдет взрыв, да? И, так, и он должен проиграть анимацию. Находим, значит, акцию, должен проиграть вот эту анимацию, которая называется взрыв. Так, и, значит, плей просто проиграть, и 90 кадров анимации отыграть, и, как бы, потом исчезнуть. И всегда, всегда он будет невидимым. Он становится видимым только, когда получает сообщение, чтобы проиграть, значит, нашу анимацию. Заходим, значит, опять же, находим висебетинь и ставим невидимый. Так, вот такая штука. Ну, давайте посмотрим, как это все дело заработает. А ну-ка, П. Так, вот он идет, идет, идет. И все, видите? Динамит и, значит, наша вот эта штукенция, значит, исчезает. Но пламя не появляется. Сейчас будем разбираться с пламенем, почему так. А потому, что это так, что мы здесь вот на моменте не доставили, вот, где ящик стоит с третьим сообщением. Вот здесь вот на четвертое нужно поставить это взрыв. Взрыв 2. Это который вот у нас вот здесь вот стоит. Вот эта штука. Так, четвертое сообщение, да? И, значит, теперь, где тут? Play. Вот эта штука получает четвертое сообщение. Enter. А ящик получает третье. Вот. И при третьем, значит, сообщении ящик исчезает. А при четвертом сообщении, полученном, значит, взрывом, он появляется. Так, давайте, П, английское. Смотрим. Так, вот он идет, идет, идет. Находит динамит, и у нас срабатывает не в том месте, значит, анимация. Почему? Потому что прописалась, она, опять же, привязана к пивоту. Я не переписал один кадр. Так, заходим тогда, значит, таймлайн. И записываем на двадцатом кадре, прописываем, значит, и на девяностом прописываем и, чтобы все было привязано вот к этому пивоту, который я поставил, да? Позже, правда. Так, теперь, значит, в логистику, заходим, а ну-ка, П, английское, погуляем, посмотрим. И опять не там он появился. Так, тогда. Тогда, 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 значит, опять же. Находим таймлайн и смотрим. Так, на двадцатом. SetOrigin прописка к 3D курсору, вот он куда привязался, видите, где курсор. Но нам нужно привязать его SetOrigin к курсору, вот, к ящику. Вот, к этому. И прописываем тогда И. Перепрописываем, опять же, И. И перепрописываем, а ну-ка, П, английское, погуляем. И опять не там он появился. Вот эта гадость, теперь лучше переделать. Он теперь почему-то там, значит, постоянно будет. Тогда вот эту я удалю. Shift-A, Mesh добавлю. Так. Image plan. Найдем, опять же, какую-нибудь штукенцию. Так. G. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Делаем S. Семерка на нампаде. Перевязываем R. G. Поднимаем ее повыше. Правая кнопка мыши, выбираем ящик, Ctrl-A. Перевязываем все это дело Alt-Transform. И видите, куда делся опять вот этот пивот. Значит, вот эту штуку привязываем к SetOrigin к 3D курсору. И уже не двигаем. Тогда прописываем I, на нулевом прописываем S, уменьшаем прям в ноль ее. И первый кадр, шею в D, делаем на 90. Опять, значит, выбираем вот этот наш взрыв. Взрыв, заходим, переименовываем его взрыв-2. Так. И заходим в логистику. В логистике вот здесь вот тоже. Значит, ставим то же самое. Значит, только взрыв-2. И опять же, ставим сообщение с написью 3. Приходит он должен, значит, быть постоянно скрытый. И отыграть. Ну, в смысле, должен появиться. И отыграть, значит, акцию. Так, теперь, значит, сохранить вот эту анимацию надо. Потому что мы ее не найдем. Взрыв. Сохранили. Вот, взрыв-002 называется. В логистику заходим. Ставим, значит, в анимации взрыв-002. Так, теперь, значит, что у нас подсоединение. Ставим 90 кадров. И ставим, значит, у нас постоянно, ну, раз проиграется, play. И все, на этом хватит. И ставим always всегда. А так, всегда он, значит, не видим. Вот так вот. Так, теперь ставим P и пробуем прогуляться. Так. Теперь смотрим, что у нас изменилось здесь. Взрыв-2. Ну, давайте выберем взрыв-2, да? У нас теперь не взрыв-2, а взрыв-002. Так. А, взрыв-2. Почему 2? Так, когда у нас должен взрыв быть? Взрыв-2, да? Да, взрыв-2. Это вот этот вот. Так, третье сообщение нам не нужно. Нам нужно четвертое сообщение. Enter. И жмем тогда P. Идем гуляем. И вот получился у нас такой огонь. Примитивный, конечно, да? Он появился, сколько-то пожил и исчез. Вот. Если он будет взрываться впереди нас, то будет как бы не ахти, да? Давайте зайдем, значит, вот в эту штуку. Найдем наш огонь. Зайдем в шейдеры. И теперь, значит, в G вот этот нод удалим. Переключимся на английский язык. Добавим по простым роликам эмиссия. Добавим теперь transparent. BSDF. Добавим теперь ник шейдер. А, да, ник шейдер. Добавим теперь, значит, coloramp. Coloramp. И смотрим. Подключаем, значит, вот эту нашу текстурку сюда. Coloramp. Потом к эмиссии. Так. Эту, значит, к верхнему вот эту surface. Эту, значит, к нижнему. А coloramp подключаем к верхнему. И подключаем. Так. Подключаем к surface шейдеру вот сюда, к верхнему. Так. Теперь настраиваем. Можно эмиссию сделать поярче. А здесь, получается, у нас стоит альфа-бленд на стройках материала. Здесь можно поставить OpenJ. Так, на что у нас происходит? В принципе, все вот оно у нас как бы настроено, да? Вот такое получается пламя. Так, здесь у нас ставится зацикливание, если анимацию проигрывать. Анимация стоит с первого кадра по 1470-й. должна проигрываться, но она почему-то не проигрывается. Если так включить, то видите, что она как бы нормально. Вот если бы она так сработала в игрушке, было бы как бы замечательно, да? Так, теперь, значит, P и пробуем, значит, идем, поднимаем наш динамит. Вот он срабатывает у нас пламя и как бы исчезает. Но анимации у пламени нету. Ну, так можно, значит, сделать анимацию вот этого плана. Каким образом? Давайте посмотрим. Так, значит, что? Заходим в таймлайн. И по примитивному, допустим, вот здесь, между десятым... Так, давайте я чуть-чуть уменьшу таймлайн, чтобы вам было видно. Так, аж пока ящик скрываю. И, значит, что делаем? Ну, делаем, допустим, S и делаем R. И прописка. На 25-м делаем S уменьшение. И на 30-м, или давайте на 35-м делаем S увеличение. Делаем R, перекрутку. И потом делаем 40-й, допустим, S уменьшение. R в эту сторону. И вот у нас, как бы, вот такое трепыхание получается уже, ну, как бы, огонь, да? Примитивно, конечно, опять же. Так, 45-й делаем S. Там можно побольше. И 50-й R. Делаем S уменьшение. Так, вот получается у нас вот такое вот пламя, да? Так, теперь вот это всё можно сделать shift D, чтобы уже там, как бы, не заморачиваться, да? Так, вот, так вот. И последний кадр, допустим, удаляем. Смотрим, что тут получилось. Всё, зашибись. И вот он раз потихоньку тут, ну, не потихоньку, быстро уменьшается. По идее, он должен, если бы мы прописывали дальше, да, вот эти вот кадры, давайте, вот так вот, то тогда она будет потихоньку, видите, уменьшаться, если мы не будем сейчас изменять вот этого всего. Делаем R. Skyl, если не делать, то у нас получается, она будет потихоньку затухать. Вот. И уже вот у него раз, и вот уменьшение пошло, хоп. Погорело, погорело, чуть и исчезло. Так, что нам теперь нужно ещё сделать? Так. Находим какую-то верхнюю точку, выбираем вот этот наш план, семёрка на нампаде. Делаем так, чтобы видно было вам под углом, сделав Shift D, дублирование, делаем R. И, допустим, G перевязываем вот таким образом, чтобы, ну, как бы объём не был огонь, да. И в какую-то сторону можно всё это дело перевернуть. Так, теперь, значит, мы с этим планом делаем Ctrl J. Ну, если ещё красивее, то Shift D, семёрка на нампаде, делаем R, перекрутку, и G в эту сторону. Вот так. И, как бы, пламя можно даже G в эту сторону поставить. О, пардоните, Ctrl Z. Прописку не надо делать. Нужно просто объединить вот эту вот штуку. Вот, плохо искать её, а ну-ка. H, H. Вот. Ctrl Z. И теперь огонь у нас, как бы, объёмный стал, да, такой. Оп. Ну, анимация, конечно, резкая, можно всё это дело помягче сделать. Так, теперь, что нужно сделать? Alt H, возвращаемся на место. И пробуем, значит, 0 на нампаде. Так, здесь не будет видно, да. Давайте Shift Y. Поставлю за нашего персонажа. Кстати, вопрос задали, почему не в таком виде камера, да. Ну, вот, будет теперь в этом виде. Ну, в смысле, игрушка будет в этом виде происходить. Так, теперь, значит, P английская. И погнали погуляем. Так, ну, тут мы, конечно, ствол можем взять. Там ещё всякую годню. Там ещё чуть-чуть. И, значит, вот у нас. Разберём динамит. И почему-то в игрушке это всё дело не сработало. Так. Вопрос. А ну-ка. Значит. Угу. Дропшит. Английская А. Взрыв 004 получился, да. Это, получается, 002. Переписываем. Потому что было объединение. И 4, значит, сегмента. И он переназначил название. Так. Теперь, значит, заходим в логик. И получается, что у нас тут получается. Давайте смотреть. Так, значит, P английская. Я беру динамитен. И не появляется у нас эта штука, да. Потому что взрыв. Вот этот взрыв 0. А, вот поменялось. Значит, здесь я должен переименовать. Взрыв. Так. А ну-ка. Вот когда меняешь вот эту анимацию, и вот приходится переписывать. Взрыв 002, допустим, да. А, не. Это не, 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 не. Это будет взрыв 2. Ну, чтобы не путаться. 2. Enter. Так, теперь P английская и пробуем. Значит, там у нас взрыв 2 был. Бум. Вот он появился. Всё. Чтоб названия были, значит, одинаковые. Ну, конечно, некрасивый. Не то, что там, да. Так, а ну-ка. Давайте с другой стороны посмотрим. Нужно что-то сделать по взрыву. Разобраться, значит, почему не проигрывается анимация его горения. Я и так, и так, и так, что я только не пробовал. И именно он не хочет, чтобы он проигрывал вот этот план, значит, с анимацией. Так, теперь, значит, у нас получается, вот это я пока аж вскрою. П английская, и вот он наш персонаж, типа, идёт, 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 идёт. И вот появилась анимация, да. Но, как бы, надо, чтобы она раньше появлялась. Получается, ящик, значит, у нас есть. Вот такая штука. И, получается, ящик исчез, а потом только пламя. Значит, нужно анимацию чуть раньше начинать. Может, может, сразу со взрыва. Прямо с первого кадра. Так, ещё что хотелось бы, значит, да. Можно сделать по-другому. Можно сделать сразу ящик с анимацией, где будет взрыв. И его, допустим, там верхушка отлетает, да. И тогда у нас, когда будет настройка идти, нам не надо будет его ставить, чтобы он, значит, исчез. А нужно будет просто поставить ему вот такую вот настройку. Значит, просто при сообщении он должен проиграть. Вот эту всю анимацию, но без этого исчезновения, допустим, да. И вот здесь ставим эту анимацию, которая уже будет, вот этот каждый ящик будет со своей анимацией. Со своим пламенем, со своим, значит, разрушением каким-то, да. И всё просто, значит, он получает сообщение и проигрывает анимацию, где он разрушается и потом восстанавливается, да. Пройдя какое-то время, он потом, хоп, опять становится без пламени и просто ящиком, да, обычно. Вот. Ну, это вы поймёте в процессе, значит, когда будете это всё делать, делать. Там не всё, ну, не так сложно всё. Тоже, значит, с зданиями. Выбираем здание, значит, какой-то динамит прикрепляем к зданию, которое здание будет уже с анимацией взрыва и с разрушением. И просто ставим при столкновении, значит, нашего хитбокса с нашим динамитом отправляет сообщение на вот это здание, на любое, которое должно проиграть анимацию. До момента какого-то анимация не играет, ставится, да. Только при столкновении с динамитом проигрывается эта анимация. Значит, на первом кадре всё целенькое, всё хорошее, всё новенькое. Потом всё это взрывается, где-то отплетает угол, где-то что-то, стёкла разлетаются. Персонаж, ну, значит, это здание какое-то время стоит, и через какое-то время, значит, оно восстанавливается, да. Ну, как бы персонаж, когда уходит от него, оно становится там целым. Или остаётся разрушенным до конца, значит, тура, и потом уже, значит, восстановление ему не понадобится. Как и ящику, допустим, который взорвался, ему, в принципе, он проиграл свою анимацию, ему назад, в принципе, не надо восстанавливаться, делаться целым, да. Потому что в следующем туре он и так будет целый, и уже будет настроен по другую штуку. Ну, как бы вот такая штука происходит, да. Вот таким вот образом, значит, не так всё сложно здесь. Это вот пока, да. Самое сложное, это теперь настроить персонажа, которому, значит, нужно прописать именно действия, когда он что делает. Когда он стоит, когда он замечает персонажа, когда он начинает за ним, как бы, охоту, когда персонаж оказывается на какое-то там расстояние, чтобы он его, как бы, потерял, да, там ещё что-то. Ну, в принципе, в игрушке нужно всё это дело сделать. И опять же ловушки. Ловушки – это, как бы, тоже дело такое интересное. Нужно продумать каждую ловушку, где при нажатии или проходе через какой-то промежуток будет вылетать какой-то динамит, причинять урон нашему персонажу, или его просто убивать, да. Что-то взрываться, колья какие-то, какие-то там ямы, допустим. Он провалится в яму, и всё. У него уменьшается угол подъёма, и он оттуда просто не может вылезти. И там происходит, значит, перезапуск нашей сцены, нашей игры. Ну, как бы, вот такая штука. Как бы это в голове такое представление пока. Так, всё, всем пока, до свидания. Нужно с этим делом ещё, как бы, разобраться. Всё, всем пока.